Свыше двух с половиной тысяч саратовцев этой осенью отправятся защищать Родину. С 1 октября в России начался осенний призыв. Всего в нашем регионе в военкоматы для медицинского освидетельствования вызваны около 15 тысяч человек. Саратовцы будут проходить службу в сухопутных, космических и ракетных войсках, а также в частях морской пехоты. 9 человек призовут на альтернативную службу. Все они будут работать в Энгельском доме престарелых. В основном в рядах альтернативников состоят приверженцы различных религиозных убеждений. Среди них свидетели иеговы, евангелисты и баптист. Новшеством призыва этого года является форма нового образца. У каждого рода войск теперь свой цвет обмундирования. Отправка призывников войска будет осуществляться в новой форме одежды. Те, кто будет направляться в сухопутные войска и в ракетные войска стратегического назначения, форма будет защитного цвета. Для тех, кто будет направляться военно-воздушные, военно-космические силы и воздушно-десантные войска синего цвета. И для тех, кто будет направляться в военно-морской флот, черного цвета. Кроме обмундирования, каждый призывник будет обеспечен набором средств личной гигиены, несколькими сим-картами со специальным тарифом «Позвони маме» и зарплатной банковской картой. В этом году ежемесячное денежное пособие составит 2000 рублей. По словам специалистов, в последние годы количество годных к военной службе граждан увеличилось. Лишь 27% призывников не проходят медкомиссию по состоянию здоровья. В списке самых распространенных болезней лидируют пороки костно-мышечной системы, заболевания системы кровообращения, а также органов дыхания. Однако, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, список болезней, по которым ранее призывники считались негодными, значительно сократился. В период весны 2015 года по области было освидетельно 11 056 человек всего. Категория годности, то есть это категория А и Б, с которой служат граждане в армии, составила 8088 человек, это 73% и одна десятая от того количества, которое было освидетельно. Количество годных граждан за год увеличится на 0,8%. Уменьшается в регионе количество уклонистов. В этом году к административной ответственности привлечены более 400 граждан. Возбуждены уголовные дела в Ртищево, Откарске и Ленинском районе Саратова. Во всех случаях выявлен умысел граждан в уклонении от службы. Максимальный штраф составил 30 тысяч рублей.